ревматическими заболеваниями. Я думаю, что сегодня нам даст на это очень такой конкретный ответ наш главный специалист Борис Сергеевич Белов. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Сразу ответ на первый же вопрос. Можно и нужно. Попробуем убедить вас в этом. Итак, значимость инфекции на сегодняшний день в ревматологии, я думаю, ни у кого сомнений не вызывает. Вот перед вами одна из последних работ специалистов Европейской антиревматической лиги, которые акцентировали внимание на тех коморбидностях, которые в первую очередь нужно уточнять у пациентов, соответствующий образом их курировать. Все, что касается инфекции, изложено вот здесь, в первоисточнике. Как мы с вами видим, это данные по туберкулезу, данные по серьезным и портонистическим инфекциям. И, конечно, данные по вакцинальному статусу, включая тех возбудителей, которые представлены на этом слайде. Надо сказать, что по-прежнему проблема серьезных инфекций сохраняет свою значимость. Вот данная самая последняя, вы видите свежайшие данные, март 28-го 2018 года. Частота серьезных инфекций, тем не менее, составляет 13,5%. А вот тут такой расклад по определенным биологическим агентам. Но это, прошу иметь в виду, данные британского регистра. По другим регистрам они могут в значительной степени разниться. Опять-таки, значимость инфекций подтверждается практически во всех последних исследованиях. Перед вами материалы американской коллегии ревматологов последнего конгресса 2017 года, свидетельствующие о том, что инфекции наряду с кардиоваскулярными осложнениями стоят в первом ряду по причине смертности. И, конечно, нельзя обойти стороной генно-инженерные биологические препараты. Проблема, которая, я так понимаю, и вчера, и сегодня активно обсуждалась на этой конференции. Но, как мы с вами знаем, генно-инженерные препараты наряду с революцией в лечении наших заболеваний преподнесли еще один сюрприз под названием коморбидная инфекция. Парочку слов о них. Естественно, когда мы с вами обследуем того или иного пациента, мы в первую очередь должны обратить внимание на наличие серьезных инфекций. Это могут быть скрытые инфекции, могут быть опротонистические инфекции, часто рецидивирующие инфекции и так далее, и так далее. Но, как мы с вами прекрасно понимаем, накрыть весь спектр инфекций не представляется возможным, поэтому определенным выходом создавшейся ситуации даже не является, а была вакцинация, которая перед вами пионер вакцинации, Эдвард Дженнер, Луи и Пастер, два человека, которые подарили миру вакцинацию, но, тем не менее, достаточно долго обсуждались вот эти два вопроса. И по-прежнему они возникают в ряде симпозиумов, в ряде статей и так далее, и так далее. Не могут ли механизмы, обусловивающие повышенную восприимчивость больных, вызвать ослабленный иммунный ответ на вакцину? Но самое главное, а не может ли вакцина вызвать обострение уже имеющегося заболевания или привести к развитию какого-либо нового аутоиммунного феномена? И действительно, длительное время считалось, что такой подарок человечеству от Эдварда Дженнера и Луи и Пастера, как вакцинация, это своего рода троянский конь. И ваш покорный слуга прекрасно помнит, как энное время назад, придя в институт, одна ординатором первого года читала лекцию Валентина Александровна «Царствие небесное», которая категорически утверждала, что вакцинация – это табу для системных ревматических заболеваний. Но на самом деле теперь все, так сказать, пересматривается, и учитывая ту роль, которую играют инфекции в нашей с вами повседневной клинической жизни, в жизни наших пациентов, естественно, вопрос о вакцинации приобрел новое звучание. Надо сказать, что впервые в 70-х годах прошлого века были сделаны попытки предпринять вакцинацию против гриппа у пациентов системной красной волчанки, но потом постепенно накапливался опыт, и на сегодняшний день мы совершенно четко можем сказать, что вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции у больных системной красной волчанки безопасна, как и безопасна у других пациентов с нашими заболеваниями, чему подтверждение вышло в 2011 году методические рекомендации европейской антиревматической лики для детей и взрослых. Эти же данные были подтверждены впоследствии в рекомендациях американской коллегии ревматологов, а 2016-2017 годы оказались очень богатыми на рекомендации других ревматологических ассоциаций, других стран. Это и Германия, Италия, Португалия, Франция, Индия, Австрия, все, кроме России. Ну и перед вами конкретные рекомендации, касающиеся больных системной красной волчанки. Французы и португальцы выпустили вот такие рекомендации. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что вакцинация для больных системной красной волчанки, по крайней мере по двум вакцинам, пневмококковой и гриппозной, на сегодняшний день безопасна. Вот последние данные, свидетельствующие о том, что терапия белимумабом не ухудшает иммунный ответ после пневмококковой вакцинации, но для достижения адекватного гуморального ответа больные могут быть иммунизированы и на фоне терапии белимумабом. Но это данные первые, конечно, они нуждаются в последующем подтверждении. А вот мы буквально неделю назад сдали в наш журнал обзор по вакцинации при СКВ по состоянию на 2018 год. И вот перед вами основные позиции. Насколько значима на сегодняшний день вакцинация у пациентов с СКВ? Она представляется достаточно иммуногенной. Лучше бы, конечно, проводить ее в неактивной фазе или при минимальной активности СКВ. Ну а живые вакцины по-прежнему нужно вводить с осторожностью. И вопрос о целесообразности такой вакцинации решается в каждом конкретном случае. Ревматоидный артрит. То же самое. Вакцинация в большинстве исследований проявила себя как эффективная, иммуногенная и безопасная. Но, тем не менее, вы видите, данные последнего исследования Камора свидетельствуют о том, что очень большой разброс по охвату больных с ревматоидным артритом пневмококковой и гриппозной инфекцией. Вы видите, 25 и 17 и 2 с большими различиями между странами. То же самое было подтвержено на Конгрессе американской коллегии ревматологов. Мы с вами видим частота охвата пневмококковой вакцинации среди больных с ревматоидным артритом чуть больше 40%. И все авторы однозначно отмечают, что первая и самая главная причина отсутствия вакцинации у пациентов ревматическими заболеваниями, в том числе и получавших геноинженерные и биологические препараты, отсутствие информации со стороны лечащих врачей. Некоторые врачи не знают, а некоторые, наоборот, упорно отстаивают, являются упорниками-противниками вакцинации, считая, что она кроме вреда ничего пациенту не принесет. Посмотрите, Германия. Развитая европейская страна. Темная – это максимальный охват вакцинации до 60%. Ну и вот вы видите все остальное. Комментарии, как говорится, излишни. Это то же самое касается пневмококковой инфекции. Надо сказать, что на сегодняшний день уже есть ряд, накоплен ряд определенных доказательств, свидетельствующих о том, как те или иные геноинженерные и биологические препараты влияют на иммуногенность вакцин. По большому счету, все вот эти вот параметры могут измениться, за исключением, пожалуй, ретоксимаба. А сейчас уже появляются данные третьего исследования, свидетельствующие о том, что ретоксимаб – это самый… Самый злой, скажем так, в отношении подавления иммунного ответа. И поэтому, когда вы собираетесь вакцинировать пациента с предполагаемой терапией ретоксимабом, в обязательном порядке он должен быть вакцинирован до начала лечения. Если же больной уже получил инъекцию этого препарата в обязательном порядке, он должен выдержать как минимум 6, а то и 8 месяцев от начала лечения, но не менее чем за 4 недели до продолжения, до следующей инфузии. Это жесткое правило, оно прописывается практически во всех рекомендациях, которые существуют на сегодняшний день. То, что касается живых вакцин. На сегодняшний день вы прекрасно знаете актуальность проблемы инфекции, вызванной вирусом герпес-зостер, в том числе и для ряда генноинженерных биологических препаратов. Вот данные американских исследователей, которые включили достаточно большое количество пациентов с нашими заболеваниями и показали, что риск был значимо ниже только в течение первого года наблюдения с последующим выравниваемым различием через 5 лет. Возможно, потребуется бустерная вакцинация. Но, к сожалению, мы с вами об этом говорить на сегодняшний день пока не можем, потому что у нас на территории России на сегодняшний день вакцина против опоясывающей лишая не зарегистрирована. Надо сказать, что HPV, вакцина вирус попелома человека, достаточно эффективна у пациентов со стабильной системой красной волчанкой, хорошо переносится и не индуцирует нарастание ни активности, ни обострение заболевания. По гепатиту. Здесь, в соответствии с рекомендациями Европейской антиревматической лиги, показана вакцинация по гепатиту B, в частности, при путешествии или проживании в районах эндемичных по этому гепатиту, при повышении риска контакта или инфицированного контакта с больным гепатитом A или B. Но здесь есть определенные подводные камни. Вот они. В начале 2000-х годов в Израиле было проведено исследование, которое показало, что вакцинация против гепатита B у 22 больных ревматоидным артритом, получавших базисную противовоспалительную терапию, представленную здесь, вполне себя оправдывает с положительным поствакцинальным ответом под 70%. Случаев обострения ревматоидного артрита не было. А вот вакцинация, выполненная у больных РА и АЭС, получавших терапию инфлексимодом, вы посмотрите, пожалуйста, практически, что называется, ушла в песок. Поствакцинальный ответ отсутствовал у 90 с лишним процентов пациентов. Авторы выдвинули гипотезу, что необходимо изучать и внедрять альтернативные схемы вакцинации против гепатита B у больных РЗ, получавших ГИБП. Но в 2013 году появляется исследование, которое свидетельствует о том, что ингибиторы ФНО-Альфа подавляют индукцию Т-зависимого гуморального иммунного ответа, то он в том числе и на вакцину против гепатита B. А Т-зависимый гуморальный иммунный ответ развивается в макроорганизме в ответ на все конъюгированные вакцины. В то время как на полисахаридные гуморальный иммунный ответ блокируется в значительно меньшей степени, и поэтому пневмококковая полисахаридная вакцина в присутствии ингибиторов фактора микроза опухоль Альфа работает и весьма неплохо, в чем мы убедились на собственном опыте. Самые последние данные, которые предполагают изучение возможности временной отмены метатриксата с вакцинацией против сезонного гриппа у пациентов рифматоидным артритом. Значит, здесь что они сделали? Они взяли три схемы. Отменили за две недели до вакцинации, отменили за две недели до и после вакцинации, и не отменяли совсем. И оказалось, что действительно иммуногенность была максимальной при отмене до вакцинации. Но, конечно, эти исследования требуют свое продолжение. В частности, авторы ставят вопрос, а не снижает ли прекращение приема метатриксата частоту гриппа и не ухудшает ли течение болезни. Вот на эти два вопроса нужно дать ответы в самое ближайшее время. Еще один любопытный метаанализ, тоже датированный мартом 2018 года, показывает то, что терапия метатриксатом в достаточной степени ингибирует ответ на пневмококковую вакцину. Правда, здесь всего-навсего два исследования одного и того же автора, поэтому, конечно, этот вопрос также требует дальнейшего уточнения в ряде исследований, в то время как ингибиторы фактора негроза опухоли на пневмококковую вакцину значимого влияния не оказывают. Вывод. Грипп и пневмококковая инфекция однозначно всем пациентам, не только ревматоидным артритом, но и всеми другими системными заболеваниями, противопоказание одно – непереносимость вакцины или ее компонентов. Иммунизация лучше всего за 4 недели до начала лечения ГИБП, назначение живых вакцин противопоказано, и необходимы, конечно, дальнейшие многоцентровые и крупномасштабные исследования, в том числе и на территории России. Буквально несколько результатов мы сейчас вам продемонстрируем. Это данные наши двухгодичного исследования пневмококковой вакцины. Как мы с вами видим, достаточно высокая иммуногенность, а переносимость очень хорошая. Вот, посмотрите, за 2 года вакцина не влияла, отнюдь не влияла на течение ревматоидного артрита, позволяя вполне успешно проводить фоновую терапию данного заболевания. Это данные по концентрации пневмококковых антителов у больных системной красной волчанкой. Как мы с вами видим, через год более чем в 2 раза иммуногенный ответ. То есть, несмотря на проводимую терапию волчанки, в первую очередь, лёкокортикоидами и цитостатиками, ответ, тем не менее, был весьма значимый. И весьма неплохая переносимость. Один феномен артюса, местные реакции, быстро купировавшиеся в течение 2-3 дней 60%, и без каких-либо реакций 36%. А вот это самая последняя работа, представленная на конференции в Генуе. Вот буквально недавно в Среднезаборский конгресс был. Дарья Валерьевна представляла эту работу, где демонстрировала первые данные по применению трёхвалентной гриппозной вакцины. Очень хорошая переносимость, 100% эффективность. Ну и сейчас будем смотреть её иммуногенность. По крайней мере, первые результаты вселяют очень и очень большой оптимизм. Вот, посмотрите, как она влияла, а точнее, как не влияла вакцинация на активность ревматического заболевания. Это ДАС-28 при ревматоидном артрите, это БАЗ-ДАИ. Таким образом, в данном проблеме, несмотря на уже достаточное число исследований, вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Это удивительно, ибо, как сказал классик, ключом ко всякой науке является вопросительный знак. Большое спасибо за внимание и терпение. Спасибо большое. Есть у кого-то вопросы? Тогда позвольте перейти к следующему.